Сегодня на библейском портале Экзегет мы рассмотрим вопрос, как избавиться от плотских помышлений. И мы будем читать послание к Галатам, 6 глава, 8 стих, и послание к Римлянам, 8 глава, 6 стих. Итак, сначала прочитаем текст из послания к Галатам, 6-8. «Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную». То есть очень важно, что мы хотим произвести в самих себе, что мы сеем в свою собственную душу той литературой, которую читаем, теми фильмами, которые смотрим, теми разговорами, в которых принимаем участие. И второй текст, это послание к Римлянам, 8 глава, 6. «Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир». Здесь, конечно, надо понять, что помышления плотские – это прежде всего похоть. То есть сами по себе они являются двигателем, который может привести человека к совершению греха. Но так как многие помышления в нашем сознании, они ассоциативны, человек не отвечают за помышления, так же, как и за соблазны, таким же образом, как и за конкретные грехи. Об этом мы уже говорили немного. Похоть – это не блуд и прелюбодеяние. Похоть – это то, что рождается в результате плотских помышлений, рассуждений, воспоминаний. Но когда мы фиксируем свое внимание на этих помышлениях, то мы уже на пути ко греху, прелюбодеяние или, не дай бог, блуда. Таким образом, плотские помышления – это как бы соитие без акта соития. Когда человек, например, видит красивую женщину, и в некоторых случаях он может представлять ее в обнаженном виде, как будто она выглядела бы. И это, конечно, недопустимо для христианина, и с этим надо что-то делать, как-то бороться. Греховным в человеческих движениях мысли является все, что приводит наш мысленный аппарат в беспорядочное состояние. Так что мы теряем ощущение гармонии, чистоты, святости, и чувствуем какой-то дискомфорт. Дискомфорт. Человек может и помолиться с утра, и вычитать Евангелие дня, Апостол дня. А потом вот эти плотские помышления, они буквально высыпаются на нашу душу из нашего сознания. Поэтому очень важно, когда мы стараемся все это контролировать. В послании к Галатам, 5 глава, 16 стиха и ниже, мы находим такие слова «Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти». Вожделение плоти – это как раз и есть плотские помышления. Значит, в борьбе с плотскими помышлениями нам следует поступать по духу, то есть руководствоваться духом библейского откровения. «Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти, ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. Дела плоти известны, а не суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. «Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствие Божие не наследуют. Плот же духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона». То есть идет брань между плотью и духом, духом и плотью. Но это не означает, что в нашем теле, в нашей плоти есть некий такой греховный раздражитель нашей души. Нет. В этом случае вина бы падала на Создателя тела. Поэтому, когда Павел пишет, что плоть противится духу, он имеет в виду не плоть и тело, а плотские похоти, плотские намерения, потому что сама по себе материя инертна и не склонна двигаться в ту или иную сторону. Но только поврежденный наш дух, наша душа, она может подвигать и саму материю нашего тела в неправильном направлении. И Христос в Евангелии от Матфея, 5 глава, 28 стих, говорит, «А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействует с нею в сердце своем». То есть он допускает плотские какие-то рассуждения, помыслы, и в своем сознании представляет ее, а как бы она выглядела, если бы она была почти целиком обнаженная. Таким образом, как благим является сохранение изначальной природы тела, также великим благом является сохранение изначального положения души до момента грехопадения. Но, коль скоро это случилось, коль скоро произошло грехопадение, то мы как бы уже ощущаем себя пребывающим в состоянии некого конфликта. но цель – восстановить ту гармонию, то равновесие, которое было между человеческой душою, человеческим духом и телом до грехопадения, когда Бог, сотворив человека, сказал, что теперь все хорошо весьма. Блаженный Августин говорит, пища необходима для благополучия человека, и в этом смысле она допускается. И здесь Августин имеет в виду то, что если она идет во вред, то сама эта функция – вкушать пищу, не воздерживаться от нее, становится чем-то излишним. И половое общение для благоденствия человека через исполнение Божьей заповеди плодитесь и размножайтесь. Но когда целью является неисполнение Божьей заповеди, или сказано – не уклоняйтесь друг от друга, а что-то другое, то здесь, конечно, могут проявлять себя вот эти плотские помышления, и мы как бы будем на поводке у них, они будут контролировать наши действия. Ничего предосудительного в сексуальных отношениях нету. Более того, в первой главе книги «Бытия», 27-28 стих, мы находим такие слова. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над зверями, и над птицами небесными, и над всяким скотом, и над сею землею, и над всяким животным, присмыкающимся по земле». На самом деле это повелительная заповедь. Вот, например, заповедь не прелюбодействует, запретительная заповедь, а заповедь «плодитесь и размножайтесь и наполняйте землю» это повелительная заповедь. И целая пропасть существует между вот этим повелением «плодитесь и размножайтесь» и запретом «не прелюбодействуй». Таким образом, подобно тому, как использование пищи, если она принимается надлежащим образом и должным порядком, как это требуется для благополучия тела, все это происходит без греха. Сказано «не закрывай рта увала молотящего». Точно так же может происходить без греха и осуществление половых актов. Если при решении вступать в эти отношения или нет, муж руководствуется заповедью, что муж не власти над своим телом, но жена, а жена руководствуется заповедью, что жена не властна над своим телом, но муж. И уклоняться друг от друга они могут только по взаимному согласию, на чем настаивает первоверховный апостол Павел. И если это согласие не достигается, они должны вступать в соответствующее отношение. И здесь не будет никакого греха. неводимые плотскими помышлениями, которые разжигают похоть, а все делаем по заповеди Господней. И в книге Притч, 3 глава с 13 по 18 стих мы находим такие торжественные слова. «Блажен человек, который снискал мудрость, то есть познал волю Божию, его святой закон. Блажен человек, который снискал мудрость и человек, который приобрел разум, потому что приобретение ее мудрости, лучше приобретение серебра и прибыли от нее больше, нежели от золота. Она дороже драгоценных камней, никакое зло не может противиться ей, она хорошо известна всем приближающимся к ней, и ничто из желаемого тобой не сравнится с нею, то есть никакая похоть не может сравниться с той ситуацией, когда мы руководствуемся мудростью Божьей. Долгоденствие в правой руке ее, то есть при мудрости Божией, а в левой у нее богатство и слава, из уст ее выходит правда, закон и милость она на языке носит, пути ее пути приятные, и все стези ее мирные, она древо жизни для тех, которые приобретают ее, и блажены, которые сохраняют ее. Таким образом, мы здесь видим, что премудрость Божественного откровения, Божьих заповедей, она сравнивается с древом жизни, и мы помним, что в раю были два древа, древа жизни и древа познания добра и зла. И когда люди сорвали с древа познания добра и зла, они присвоили Божественное право решать, что для них лучше, а что хуже самим себе, и вышли из зоны влияния Божественного закона. Святым Исидором грех, вообще грехи понимаются такими внешними действиями, связанными по преимуществу с речью человека, в которой может иметь место что-то неупорядоченное, то есть распущенное. Вот поэтому и сказано в Евангелии от слов своих человек оправдается и от слов своих осудится. Один профессиональный бегун мне говорил, что когда уже вообще нету силы на дистанции, он забывает о ногах, о боли в пояснице, он просто быстрее начинает махать руками, а это ускоряет неизбежно бег. Так вот, контролируя свою речь, придерживаясь целомудрия в речи, мы не допустим безнравственного поведения в жизни. И теперь давайте обратим внимание на то, как избегать таких помышлений, плотских помышлений, которые как бы сами по себе не являются греховным актом, но без сомнения приводят к нему. И что такое плотские помышления? Во-первых, это бесстыдные речи. И в Евангелии от Матфея 12.34 сказано «От избытка сердца говорят уста». А если сердце исполнено похотью, сердце, которое исполнено бесстыдными вожделениями и готовностью раздражаться, бесстыдными речами, то и соответствующие будут какие-то рассуждения и действия, то есть речь, она обнаруживает направление нашей мысли, а мысль движется, движимая тем или иным желанием, которое обнаруживается. И средоточие мира чувств – это наше сердце, и мы должны контролировать наше сердце, какие чувства там присутствуют. В Евангелии от Марка, 7 глава, с 21 по 23 стих, мы находим такие слова. «Ибо изнутри из сердца человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихаимства, злоба, коварства, непотребства, завистливое око, богохульство, гордость, безумие – все это зло изнутри исходит и оскверняет человека». И вот мы должны, во-первых, контролировать, чтобы не было никаких бесстыдных речей. И еще апостол Павел предлагает такой образ, чтобы никакое гнилое слово не исходило из наших уст, но только слово к назиданию вере. Во-вторых, чтобы преодолеть мыслимую похоть, она порождает бездумность и опрометчивость, вследствие чего человек не склонен обуздывать свой язык, и потому он может говорить действительно некие непристойности. И вот слова апостола Павла, послание к эфесянам 4, 29, он пишет «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для наседания вере, дабы оно доставляло благодать слушающим». То есть мы избегаем всех таких лишних слов. В-третьих, чтобы нам обуздать похоть, мы должны определиться, что для нас является целью. Похотливый ищет плотского удовольствия, и его речи, они определены к этому удовольствию, вследствие чего его речи распутные. «А цель наша предлагать людям словесное назидание вере, дабы это наставление доставляло благодать слушающим. А распутные слова, рассказы, анекдоты, шутки, сплетни, обвинения в послании к эфесянам 5.3 апостол Павел пишет, «А блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас как прилично святым». То есть мы не должны даже произносить подобные, озвучивать подобные сплетни, обсуждать кого-то это совершенно недопустимо. Это то, что среди нас верующих никак не должно даже наименоваться, то есть как-то озвучиваться. В-четвертых, чтобы нам контролировать движение похоти в собственном сердце, здесь надо обратить внимание на эту проблему со стороны словесно выражаемых им похотливым человеком своих чувств. Причем это иногда раскрывается даже в мимике человека и в его телодвижениях. Например, в книге пророка Исаия 3 глава 9 стих сказано «Выражение лиц их свидетельствует против них и о грехе своем они рассказывают открыто, как садомляне не скрывают горе душе их, ибо сами на себя навлекают зло». То есть эти люди, которые не испытывают чувства стыдливости, говоря о чем-то таком дурном, на самом деле они подставляют сами себя. И вот свидетельство из древнехристианской литературы о 70-летнем подвиге преподобного Ильи в пустыне и его наставления о страхе Божьем. В житии преподобного отца нашего Ильи пустынника читаем «Он монахом сделался в юности, ушел в дальнюю пустынь, провел в ней 70 лет и никуда из нее не выходил. Тропа к его келье была настолько узка, что проходили с трудом, потому что острые камни облегали ее. Илья сидел в такой малой пещере, что едва можно было видеть его. Было ему отроду 110 лет. Отцы говорили о нем. Никто не помнит, чтобы он вышел из кельи когда-нибудь на близлежащую гору. Вкушал он, будучи старцем, утром и вечером по три сухаря и по три масляничных ягоды, а в юности пищу вкушал только раз в неделю. Приходящим к нему инокам ради их душевной пользы говорил следующее. Не давайте себя во власть сатане. Для вовлечения монаха во грех он, сатана, использует три соблазна. Первый забвение, второй ленность, третий плотские похотения. Если придет к монаху забвение, у него рождается ленность. Ленность как некий ступор такой. От ленности же возрастают похоти, а от похоти падает человек. Если же кто примет в себя страх Божий, от того бежит ленность, и не заражается в нем злая похоть, и тогда не победит нас сатана и во грех не введет, и мы благодатью Божию спасемся. Борьба с собственными плотскими помыслами и вожделениями это духовная брань силами злобы поднебесной. И никто не должен отчаиваться в этой бране, останавливаться и тем более идти на соглашательский коллаборационизм силами зла. Нет. Это брань до конца. Как Макарий Великий говорил, не доверяй плоти, пока во гроб не ляжет. Итак, сегодня мы рассмотрели важный вопрос, как бороться с похотью, которое как некое такое скрытое вожделение присутствует в нас и может спровоцировать какие-то действия, не дай Бог. И как этому противостоять? Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Продолжение следует...